Здравствуйте, дорогие друзья! Пятница, но прежде чем сказать два слова о Шаббате, я хочу сказать о том, что мы продолжаем находиться в системе счета Амера, мы продолжаем его считать. Существует знаменитый еврейский марафон, который хорошо знаком каждому человеку, который немножко в теме иудаизма. Это время огромной духовной работы, заложенной нас, вот между Пейсхом и Шаводом, где мы сейчас находимся. Согласно закону Торы, мы отсчитываем эти дни, подобно ступеням лестницы, ведущей к дню Торования Торы, к чему? К празднику Шавод. Каждый, кто серьезно относится к этой заповеди, знает, что это трудно. Как ни странно, ничего, просто посчитать каждый вечер в течение 49 дней, какой день, это трудно, немногие люди это делают. Но есть еще кое-что. В эти дни написано, именно в эти дни, которые называются полутраурными, мы особенно чувствуем какие-то собственные несовершенства, недостаток, изъятные какие-то духовные. И, естественно, реакция у всех людей написана, в Кабаде написано, в эти дни это разочарование, иногда это в себе что-то не так, энтузиазм в духовной работе пропадает, конфликты с людьми увеличиваются. Именно в эти дни. Давайте попробуем понять, почему эти дни, предназначенные для подготовки к дарованию Торы, превращаются у нас в такой вот, ну, мягко сказать, непростой выход, непростое испытание. Прежде всего, мы должны понять, что происходит с нами, никогда случайностью не бывает. Общий знаменатель, это ощущение отдаленности от Творца. Вот именно в эти дни наша душа чувствует, как она отделена. Вне счета Амера, мы как женщина написали мудрецы, которые отсчитывают дни перед окунанием в Микву. Вот в день дарования Торы, в праздник Шафу, вот окунаясь в традицию, в Микву, там, мы ожидаем грандиозный подъем, приближение к Творцу. Но в ожидании этого дня мы испытываем определенную отдаленность. Более того, верующий человек знает, что в мире нет ничего случайного, и в каждой ситуации Творец ожидает от нас именно духовные работы. Раби Натан из Бреслова писал, что главное качество, которое надо вот в эти дни развивать, да, это в счет Амера, это попроще быть, попроще и верить. Должна быть вера и простота. То есть человек начинает думать, что-то у него не сходится, как-то он вышел на какие-то глубины. В эти дни этим не занимается. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с трудностями в служении Творцу, особенно в эти дни, мы должны отбрасывать всякие сомнения разума и опираться только на веру. Все происходящее с нами, включая все наши трудности и падения, это от него, сверху, и все ради нашего блага. Да, ведь написали мудрецы, мы выиграем от того, что наша какая-то гордыня и самоуверенность чуть-чуть похудеет. Нам следует сосредоточиться на том, чтобы дурному побуждению не удалось сбросить нас в грусть в эти дни. Вот как бы очень сильное давление на человека в эти дни в духовном мире. Напротив, надо, что бы ни происходило, всегда в эти дни, мы вчера, мы говорим, с радостью, это главное. Вне отчета о мере наше испытание состоит в том, сказали мудрецы, чтобы помимо, что мы все равно пройдем в эти дни через духовные спуски. То есть это предрешено. Нам надо только не впадать в депресняк и понимать, что так это и есть, и вы очень нормально. Написано, в эти дни могут появляться глубокие сомнения. Ну, то же самое. Надо понять, что это такая духовная ситуация в мире, что начинается такое духовное копание. А вообще в эти дни люди придирчиво себя так исследуют, и некоторые сложности там становятся, как бы, кажутся непроходимыми. Но еще раз говорю, надо понимать, в эти дни творец, безусловно, испытывает нас и не требует невозможного. Тора дана не ангелам, она дана нам. Поэтому нам надо, первое написано в эти дни, спокойствие, второе, радость, третье, абсолютная простота и вера, уверенность в том, что все разрешится и будет хорошо. И тогда оно так и помогает. Этот совет, написано, помогает вообще во все дни, но особенно в моменты сферата омера надо отбросить сомнения, укрепиться в вере и в радости. Укрепиться в вере и пройдет, написано, человек эти дни без жертвы и разрушения. И вообще надо помнить, совершая хороший поступок, мы порождаем ангела определенного уровня. Плохой тоже, к сожалению. Если кто-то совершил поступок, нарушающий закон Торы, то рождается то, что называется ангел-убийца. От выполнения хороших заповедей ангел-защитник. Представьте, сколько можем ангелов мы создать за свою жизнь. Перед нами шаббат, и Балшемтов говорил, что на исходе субботы следует сесть немного кусочек чесночка. Это большая сгула для парносы, для заработка. Он также говорил, что хорошее средство для заработка, это на трапезе, на исходе субботы рассказать о праведниках. И поэтому, следуя его указаниям, Хасида рассказывает историю о самом Балшемтове. Поэтому написано, что кто вот в этот шаббат рассказывает в конце историю о Балшемтове, у него будет хорошо с заработком. Брахава, Ацлаха, хорошей субботы, шаббат, шалум.